В Запорожье начал работу Третий Международный Энергетический Форум. Особое внимание специалисты уделили технологиям термомодернизации и энергоэкономии. Англия, Испания, Польша, Франция, Финляндия. И это далеко не полный список стран, представивших делегаций на Третий Энергетический Форум. Ежегодно такие мероприятия дают не только понимание дальнейшего развития энерготехнологий, но и четкое видение мирового опыта. Определенные результаты уже есть и в регионе. По итогам работы прошлого года нам удалось сэкономить энергоресурсов 12%, а за первые полгода этого года нам удалось уже сэкономить 18%. Задача сегодня президента нашего государства, правительства, в течение двух лет выйти на экономию энергоресурсов до 50%. Вроде бы это здание прекрасно, является украшением города, центром деловой активности. Но я, насколько знаю, здесь стоит современная система энергобеспечения, солнечные батареи, которые были сделаны совместно с немецкими партнерами, и которые показывают пример, как надо действовать и как переходить от слов к делу. Меня убедили в том, что в Сапороже проведено дальновидную политику в сфере энергетики, в том числе, что касается энергосбережения, энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии. Инновация и модернизация – ключи успеха на этом пути. Что же касается Запорожья, то на форуме было представлено 11 пилотных проектов. Главное – внимание термомодернизации. Поэтому пути пошли, к примеру, в Польше, и в результате сэкономили до 50% тепла. В Польше лично я последние 10 лет разрабатывали программы сбережения энергии прежде всего путем термомодернизации старых зданий, из тех, которых просто не отеплено. Оказывается, что в Польше были потери энергии только из-за коммунальных зданий. Это было 50% по всей стране. По подсчетам украинской власти, эта ситуация очень похожа. Мы хотим достичь энергосбережения термомодернизации жилого сектора города Запорожья. Мы хотим достигнуть термомодернизации всех административных бюджетных зданий города Запорожья и существенно в 3-4 раза снизить расходы как бюджета, так и населения на отопление этих зданий. Уже в следующем году пилотные проекты будут внедрять. Сначала за счет городского бюджета. Начнут из термомодернизации. Продолжение следует...